Анатолий Шарий Анатолий Шарий Анатолий Шарий Анатолий Шарий Анатолий, вас регулярно обвиняют в том, что вы ангажированы, при этом то одними, то другими, то есть такое количество обвинений в ангажированности с разных сторон невольно наводит на мысль, что вы независимы. Ну, смотрите, я о тебе узнал буквально позавчера, что я еще и агент ЦРУ. То есть не только там... Реально, Моссад на полном серьезе, причем, что это может быть только Моссад, к примеру, там, да. Ну и понятно, что Путин, это с одной стороны, с одной стороны мне постоянно платит Кремль, вот. А когда я что-то делаю такое, что Кремлю, в общем-то, может и не понравится, это значит, это специально сделано для того, чтобы разбавить. Вот. Ну, а с другой стороны, мне платит Киев, и я нахожусь под крылом почему-то у Европы. Ну, я не могу понять. В общем, да, со всех сторон получается одно и то же, и главное, все рассказывают про какие-то деньги, которые я бы и хотел, может быть, увидеть, знаете. Вообще мне рассказывают о каких-то, в общем, этих самых... Да, это грустно, на самом. Да, то есть вы матахаре современности, работаете сразу на всей разведке. Да, если бы, вот, вот, если бы работал, знаете, может, не так обидно было бы. Может, не было бы так обидно. Но я давно уже, я уже давно не забиваюсь там в уголок, не плачу из-за этого, из-за всех этих обвинений. Но, все-таки, на самом деле, когда человек начинает, знаете, вот, главное начинать говорить. То есть, вот любой упоротый, даже абсолютно, извините, ну, вот упоротый человек, то есть, когда ты его вытягиваешь на разговоры, начинаешь с ним дискотировать. А вот ты знаешь, что вот так и так говоришь. А почему ты считаешь, что правительство Украины, это и есть Украина? Вот, ну, вот, хорошо. Я ударил по правительству, да, там, чем-то, каким-то блогом. Почему ты считаешь, что этим я обидел Украину? Ну, почему вы отождествляете власть, там, Порошенко? Говорю, разве Порошенко это Украина? И он начинает задумываться, у него включается немножко мозг, он... Ну, да, мне тоже не нравится. Я говорю, ну, так в чем тогда дело? Ну, почему тогда ты так говоришь? Ну, вот так вот, с ними разговаривать надо. Ну, есть такие правды, что с ними говорить, потому что бесполезно. Это, знаете, забота на его флаг. То есть, он во флаг завернулся, и все, и гимн поет. Ну, конечно. Вот, все, с такими нельзя говорить. Вот, как раз мы говорили о Елене Васильевой, вы делали много репортажей по поводу этой гражданки. И очень уважаемый мной сотрудник американского посольства Ховальд Саломон ее цитирует как достоверный источник, приводя список погибших на Донбассе россиян на 30.06.2015 года. Список потрясающий. Там 500 с лишним, соответственно, имен. Наверняка, что-то из этого соответствует в действительности. Хотя сама Васильева – это отдельная тема. Но ряд меня просто восхитил. Номер, там, 400 какой-то. Джигурда. Точка. И все. Просто вот так вот. Джигурда. Да. Так он же в сел, как бы, ему. Джигурда в сел. Да, например. Да, 528. Тимофеев Станислав. 529. Федя. Позывной патриот. 522. Рамиль Казань. 521. Андрей Петров. Москва. И думаешь так. Мама. На самом деле, Васильева, ну, это страшно, если они ее цитируют. Когда я ее начал уже выключать, Васильеву, когда я окончательно понял, что все, этого человека надо выключить. Да, извините, я его нашел. 561. Позывной Джигурда. Ну, супер. Джигурда все. Джигурда ой. Вот. Васильева, на самом деле, когда я понял, что надо выключать всерьез, это когда ее в ООН статистировали. Вот это было уже для меня, конечно, откровением. Потому что человек, это абсолютный фиг. Если бы я хотел опорочить, допустим, там, движение, которое борется с войной, к примеру, я вот таких вот и запускал бы. Вот и в Украине такие есть, и вот из России вот приехало такое тоже существо. Ну, я не хотел бы ее там оскорблять как человека, я не хочу ее оскорблять как человека, но этот человек просто сделал многое для того, чтобы разжечь ненависть, скажем так. Причем сделал это в чужой стране. Он приехал в мою страну, где украинцы убивают украинцев, и начал разжигать ненависть. Поэтому к этому человеку не могу относиться априори нормально. И, по-моему, что после того, как она была похоронена абсолютно в медийном плане, ее уже даже на украинские каналы не приглашают. А это все. Украинские каналы – это дно. Полное дно. Они уже пробили дно, они уже летят дальше. Но они ее уже не приглашают, потому что все. Мы все поняли, что это за человек. Хотя было очень тяжело. И пока они сначала услышали записи ее разговоров, потом они сказали, что нет, голос не похож. Потом я уже запустил следующую серию, где ее уже видно. Ну, и тогда они поняли, что это она. Но, правда, все-таки написали, что, скорее всего, что... Что-то они там, короче, написали. В общем, что я все равно оказался виноват. Вот я сделал, я это сделал, но все равно оказался виноват. Вчера Порошенко всех порадовал. Он так долго говорил, что никакого особого статуса не будет у Донецка и Луганска. А потом, как я понимаю, пальцем погрозили Запада, и он тут же внес поправки и включил уже в Конституцию особый статус. Что это вообще за персонажи? Порошенко, Яценюк. Вы на них обращали внимание? Насколько они борются с коррупцией? Насколько это честные, высокие, нравственные люди, которые заинтересованы в светлом будущем Украины? Ну, вот все, что вы перечислили, просто в десятой степени. Я думаю, что ничего плохого об этих людях сказать нет. На самом деле, это все абсолютно независимые фигуры политические. То есть Порошенко, он говорит одно, на самом деле, перезвон какой-то ночной происходит. Утром человек говорит совершенно другое, вообще противоположное. Это уже замечено не один раз было, и я об этом писал и статьи по поводу того, что он целый день может говорить одно, одно там. Вот эта стена черная-черная, ночью ему звонят оттуда, скажут так, оттуда показываю наверх. Все, он абсолютно другой человек. Он, пф, я переосмыслил за ночь. Оказывается, у них звонок ночью был. Вот, ну, что сказать? Абсолютно несамостоятельные политические фигуры, и причем, ну, с Арсением Яценюком там вообще вопрос тяжелый. То есть в другой стране я не скажу, что там, потому что я сейчас скажу, что его, допустим, повесили бы, и мне скажут, вот, это покушение там хотя бы мысленно на руководство страны. Нет. Но в другой стране его бы там, я не знаю, ну, шайками забросали бы. Потому что это невозможно, чтобы на протяжении такого количества времени страной, по сути, там, руководил, да, ну, потому что премьер, второй человек в стране, там, или первый, вот. Человек, который постоянно врет, человек, который постоянно врет, постоянно несет асинею. Он рассказывал об этом газе украинском, который будет по 70 долларов. Потом вдруг оказывается, что у нас нет этого газа, а потом оказывается, что газ там высосали россияне. Ну, то есть он несет асинею постоянно. И народу нравится, как я понимаю. То есть народ это воспринимает нормально. И вообще сейчас я вот смотрю, вчера, знаете, опубликовал это видео, где раздают кило гречки, кило макарон и кило риса. И люди там давятся в очередях, это раздает эта новая партия укроп. И конкретно миллионер Корбан. Вот. И я вот смотрю на это и думаю, ну, это же вас довели уже до состояния животных. Но это очень круто, я считаю. Это вообще какой-то суперэксперимент в истории, когда людям дали флаг, людям дали возможность мычать гимн, и как бы раскрасили стены в желто-синий цвет, и все, они довольны. Как бы они довольны вот этим. Они стоят в очередях, падают за этой гречкой вонючей, но они довольны тем, что происходит. Просто для меня это непонятно. То есть, может быть, я, может быть, я, если бы находился в Украине, тоже бы ходил с флагом. Я не знаю. Но слава богу, что вот как бы Европа сделала мне прививку от этого, наверное. И я смотрю на это сбоку и не понимаю, как это такое может быть. Ну, то есть, ну, а чем гордиться? Революция доставства, где люди стоят после этой революции через год в очередях за гречкой и падают в обморок, и там, может, умирают в тех очередях. Ну, женщину реально забрал. Хорошо, второй миллионер, этот самый, Филатов, он в Днепропетровске раздает бесплатно воздух перед выбором. Ну, а воздух давайте раздавать. В шарики надувать, воздух от Коломойского. Ну, почему нет? Вот, альпийский, подписать, что он альпийский. И люди стоят, пьют из этих пластиковых стаканчиков воду. Это как бы, это что уже? Они проверяют просто глубину падения. То есть, они смотрят, что народ еще, грубо говоря, знаете, схавает. Вот, хавает это. Давайте в следующий раз раздавать ему воздух. Воздух от Коломойского. Ну, это же ужасно на самом деле. Вот такое вот мнение о нынешней украинской власти в целом. Я не говорю президент, премьер в целом, вообще. Это очень печально звучит. А есть вот какие-то позитивные моменты? Может быть, мы в России их не видим, не объективны. Может быть, мы слишком увлеклись риторикой. На самом деле, я вообще, знаете, последний раз, когда я подумал, что не стоит все красить черный цвет, это на самом деле, когда вышла полиция на улицу. В первый же день я по ним, конечно же, жахнул. Даже дважды. А потом я всю ночь слушал их переговоры по рации. Ну, вот так вот получилось, что случайно перехватили. И, в общем, слушал эти все вызовы. Слушал все вызовы, и, знаете, они очень хотели что-то сделать. То есть, на самом деле, я такого не видел. Я знаю, много общался с ментами, понятно, поэтому у меня, в общем-то, и два головных дела. Вот, и я знаю, что те так себя не вели, как новые полицейские. Они, ну, мне понравились ребята эти, мне они реально понравились. И я до Мукачева, я думал, да боже, ну неужели хоть что-то начало меняться? Ну, наконец-то, то есть, может быть. Я общался и с этими ребятами самими. И действительно, горящие глаза, действительно, мы хотим там сделать это. Они там помогали надувать там колеса где-то, там чуть ли не кошку с дерева снять. То есть, настоящие молодцы. Такое я видел в цивилизованных странах. А потом произошло Мукачева, и я понял, что нет, это средневековье. А что произошло в Мукачеве? Что вас настолько подрубило? Ну, смотрите, в нормальной стране после выстрела из гранатомета по полицейской машине с этими ребятами, как их еще в связи называют ребятами, вот когда их начали называть ребятами, когда Гераченко, советник министра МВД, вдруг написал, что это ребята, и с ребятами надо разговаривать. Ребята в детском саду, ребята в школе, возможно, в институте еще где-то. Но люди, которые стреляют из гранатомета по полицейскому автомобилю, люди, которые просто приезжают, убивают человека, как мешок забрасывают его в багажник, это не ребята, это преступники и это террористы. Те, которые видят полицейский заслон, начинают из пулемета по нему стрелять, это люди, которые себя заработали на смертную казнь в любой стране цивилизованного мира, ну или на пожизненное заключение. Но обычно их в странах, где есть пожизненное заключение, в той же Франции, их убивают при захвате. Ну это такая практика. Просто если ты на полицейского поднял руку, тебе конец в любом случае. В штатах их студят, именно в штате, где есть смертная казнь. То есть это практика, нормально. Здесь это ребята, с которыми надо разговаривать. Вы можете психолога им пригласить. А почему вы убили человека? Вот скажите, вы пришли на базу, вас человек спросил, а почему вы приехали с оружием, вы ему выстрелили в голову, а потом забросили его в багажник, как просто, как, я не знаю, как мешок с картошкой. Ребята, почему вы так? Может быть, вы на фронте психически пострадали? Да плевать, пострадали они или нет. Замочили бы их, и тогда бы государство показало свою силу. Тогда бы власть показала свою силу. Но эта власть бессильна. И после того, как Ярош сказал, да мы там сделаем то, все, пятое, десятое. Подождите, сразу после этого отпустите всех ребят, ребят на самом деле, которые сидят в тюрьме за статусы Facebook, к примеру. Ну, многие сидят в тюрьме за высказывание какое-то, где-то что-то написал. А многие просто так, потому что им дали по печени, они рассказали, что они являются сепаратистами. А вот здесь настоящий сепаратист, который говорит, да, там войска в Киев, я свои приведу, правый сектор придет, порядок наведет. И рассказывает о том, что он снесет действующую власть. Этот человек не сидит почему-то, правильно? А за что сидят те люди? Вот у меня есть знакомый, допустим, он там участвовал в какой-то конференции, я не знаю почему, в общем, ни к чему не призывал. Молодой пацан, журналист. Он сейчас сидит, и они вообще никто не вспоминают. Если о Кацабе хотя бы вспоминают, то об этом вообще нет. Сколько таких сидят по стране? Сотни, тысячи. А здесь Ярош призывает прийти и снести власть вооруженным путем. Ну, и ничего, нормально гуляет, ходит. Очень странно, очень. Не, ну там понятно, там же рассказал пресс-секретарь барышня Одесской правой сектора, что тоннель в Мукачево использовался для проведения российских террористов, которых в Закарпатье тренировали. И что это вообще? Ну, по сути, я это сразу... Ну, понятно, что Путин будет там в любом случае. Вы знаете, что если что-то там коротковато, значит Путин виноват. Это понятно, это известно всем. Другое дело, что я об этом сразу сказал, что их сразу же по-любому там появятся ДНР-овцы, по-любому там будет Путин, по-любому там будут диверсанты. Вот они появились. Мне больше всего порадовало, что ребята боролись с контрабандой. Они не могли просто этого уже терпеть. А контрабандой они называют отправку фур дешевых сигарет в Италию и в другие страны. И вот я думаю, а какой ужасающий урон наносили все-таки государству, отправляя из него дешевые сигареты. Да, это просто ужас. Или ребята боролись за интересы там Венгрии и той же Италии, куда идут эти сигареты. Я что-то вообще такую ахинею несу. Вот ребята не выдержали просто. И они пошли бороться. Ну то есть они придумывали постоянно. Они каждый день что-то новое придумывали, причем по две версии сразу. Вот потом они выдумали лагерь ДНР. Потом они выдумали, что тот чудак, который стоял в спортивках с Сайгой, с карабином, что он оказывается уже тоже ДНР-овец. Везде ДНР-овцы. Теперь они придумали, что ребенок, которого эти ублюдки взяли в заложники с гранатами вместе, что он соврал за деньги. Ну покажите мне ребенка, который будет вот так вот врать, рассказывая подробности. Все полностью, полностью, полностью рассказывая за какие-то там деньги. А что это за история с ребенком? Да, Малой выпасал коз. Обычный такой сельский дитя. И тут появляются эти защитники. И что-то предложили ему шоколадку или что-то, взяли его с собой. Потом, когда появилась милиция, они выдернули чеку с гранаты. Все, всех взорву, блатная истерика. В общем, Малого взял в заложники. Извините, а кого вы называете тогда террористами? Вот я постоянно смотрю видео там с Донецка, допустим, я смотрю на этих людей, не имею в виду тех, у которых в руках оружие, хотя и там не все однозначно, а мирных людей. Я вот думаю, вот этих людей вы называете там сепаратистами, они опасные, они террористы, террористы. А люди, которые берут в заложники детей, это не террористы, это ребята, с которыми надо разговаривать. А почему это ребята, с которыми надо разговаривать? Потому что это правый сектор, а правый сектор они неприкасаемы. Если за расстрел милицейского заслона, за взрыв машины, за убийство человека. Кстати, про убийство они уже говорят тоже, что вообще-то его не сильно и убили. Я завтра не удивлюсь, если они скажут, что вообще никого не убили. Это все выдумки российских СМИ. И почему их никто не захватывает, допустим, не ведя разговоров с этими террористами? Потому что это правый сектор. Хорошо, если из-за убийства ничего не будет, значит завтра они уже знают, что они могут прийти, отжать какой-то магазин, допустим, потому что за рэкетом точно ничего не будет. Им ничего нет за расстрел блокпоста. Они могут прийти к любому бизнесмену, потом рассказать, он спонсировал сепаратизм, мы не выдержали, наша душа не выдержала, мы вернулись с фронта и все, как бы мы теперь на все смотрим другими глазами. То есть абсолютно, как бы можно теперь подвести под это абсолютно все. Звучит, конечно, ужасающе. Анатолий, а вот реакция приходит к вам на ваши видеоблоги? То есть сколько вас людей смотрит? Как происходит взаимодействие с аудиторией? Ну, смотрят много людей. Кстати, очень радует, когда мне начинают рассказывать, что тебя смотрят только в России. Ну, мне, наверное, не знать статистику канала. Смотрят из Украины, очень много смотрят. Знаете, мне больше всего, что меня, знаете, так, просто чуть ли не заплакал прям, когда случилась определенная ситуация, да, я обратился к людям с определенной просьбой, и начали приходить там переводы, и я смотрю, а это западные области Украины, западные области Украины, Киев, то есть. И я думаю, блин, да сколько вменяемых людей, сколько нормальных людей на самом деле. Очень много нормальных людей, причем я их отличаю как? С ними можно говорить, на самом деле, если он даже с тобой не согласен по определенным вещам, там, СССР, Сталин, еще что за обычные вещи, с которыми вот не согласны со мной, они все равно, они, с ними можно говорить, это не будет поток матов. А вот когда я вижу, к сожалению для себя, вижу на канале также статистика, там, знаете, у этого видео резко возросло количество отметок не нравится в одной стране, Украина. И вот я захожу, я уже знаю, что я там увижу, там просто мат, абсолютный. И причем под такими видео, какими-то, ну, нейтральными совершенно. Просто хочется, кто-то забрасывает на форум где-то, и начинаются вот эти вот маты. А вообще, постоянно пишут, американцы же просили сделать субтитры английские, и я это сделал. Вот, потому что на третьем месте Германия, потом Штаты идут. То есть смотрят во всем мире, и слава богу, что смотрят, потому что люди думающие, думаю, и хорошо это. Думающие люди и смотрят, и слушают. Анатолий Шарий в нашем эфире. Анатолий, не вешайте, не уходите, пожалуйста, со связи, и мы вернемся к вам сразу после нового. И мы продолжаем с нами на прямой связи. Анатолий Шарий. А вы нам присылайте сообщение, опять, это ее вести, и также у меня есть страшное слово твит туда тоже. Потому что я вообще с таким удовольствием смотрю, что делает Анатолий. Когда он выходит в эфир, получается удовольствие. Анатолий, тут вы разгневали саму Викторию Шилову. Она теперь и мне пишет. Я про вас такое узнал. Вы, оказывается, девочек толкали в школе. Да, я много чего делал. Причем, что очень странно. Человек за день до того, как я стал преступником, как я стал порнографом, как я стал кем, я только не стал. За день до этого говорил, Анатолий делает очень хорошее дело на следующий день. Но, в принципе, этот человек, который благодаря, может быть, благодаря мне, стал более известен. Она бы хоть поблагодарила, я не знаю, на самом деле. Потому что она частенько стала появляться на российских телепередачах, везде. Но просто я на самом деле задал обычный вопрос. Она сказала, что пенсионер повесился с криком «Слава Украине!» и «Вышеванку». Я еще понять могу, потому что сказали бы родственники, хотя родственники сказали, что это полная ахинея, и такого не было. То как понять крик «Слава Украине!» Он что-то отпечатался где-то на потолке, этот крик «Слава Украине!» Или он написал «Я сейчас про крик «Слава Украине!» повешусь!» Они даже не придумав нормальной версии, запустили вот это вот. Анафрик! То есть, если бы я хотел опять-таки опорочить движение против войны, что я считаю очень правильным против войны, потому что война – это ненормально. Я бы делал вот таких вот фриков, от которых бы потом все отворачивались. Ну и все. Я задал обычный вопрос, я его задаю всем всегда. Два дня назад «Славе Робиновичу, российскому финансисту, его у нас представляют, задал такой же вопрос, да, когда он написал, что в эфире CNBC сказали о потоках дерьма из России. Я просто сказал «А, покажи где, пожалуйста!» Ну, мне просто стало интересно. Я знаю, что западные журналисты не по этим делам. Если такое произносят журналисты, то у него начинаются проблемы. Вот, и вместо того, чтобы ответить мне, он начал рассказывать опять-таки, что я, опять-таки, порнограф, наркоман. Да просто покажи ссылку, и все. Здесь то же самое с Викторией Шиловой. Тот, ту, просто кубометры грязи, которые полились в ответ на самый обычный вопрос, ну, это говорит о ненормальности человека. Или о том, что человек перед выборами все-таки вот сорвался, потому что шли, они так хорошо вроде подходили уже к выборам. Поэтому тут появляюсь я и показываю просто, что это человек, который лжет, человек, который перебегает из партии в партию, что нет партии практически, где-то человек не отметился. Это нехорошо так делать, это ненормально, это неправильно, я думаю, когда ты присоединяешь Лешко публично, а потом говоришь, что Лешко я ненавижу, там, или еще что-то. Сначала говоришь Лешко, говорит, да нет, это видео, ну, известное видео, это просто Лешко, да, когда он говорит о своих там всяких предпочтениях, она говорит, нет, у него артикуляция, говорит, неправильно. Это все, ну, понятно, да, кремлевский заказ, это все сделано на ФСБ. Тут проходит несколько месяцев, она говорит, он гей, еще там что-то. Ну, то есть, это говорит о том, что человек завтра выйдет под флагом, там, Азова, допустим, батальона Азов, и скажет, что нормально, там, бомбить Донбасс. Ну, все. Мне при этом, вот, что всегда удивляет, что это в украинской политике, при всем уважении к стране, что не обозначает уважение к политике, это нормально. Но посмотрите, а как Порошенко вылизывал Януковича? Ну, а кто из ныне действующей власти может гордиться принципиальностью и последовательностью своей позиции? Ну, самое потрясающее в этом всем то, что люди, которые на самом деле там не прогибались ни про кого, и у которых, вот, скажем так, одна линия все время. Они презираемы, они глубоко презираемы. А если ты бегаешь, как бы, находится объяснение всегда, этому находится объяснение. Политика такая вещь, или политика дело грязное. Ты, по-приори, принимаешь, что это человек грязный, и ты за него голосуешь? Это же ненормальное восприятие вообще ситуации вокруг себя. Это ненормальное мировоззрение. Это, говорит, ну, все такие были. Как это все? Ну, кто, значит, все? Виктория там начала выливать на меня, что я говорю, всякие мерзости. Я говорю, окей, Виктория, я ел детей. Я их просто ел. Да, на самом деле, когда занюхивал пять дорожек героина, я ел детей. И сейчас нахожусь в двух розысках, в трех розысках в Евросоюзе. Я прячусь, я живу в подвале. А это как-то меняет то, что ты перебегал из партии в партии. Это как-то меняет то, что отменяет твою ложь. Это отменяет то, что ты, ну, просто говоришь сегодня одно, завтра другое, что ты флюгер. Ну, как бы, это же ничего не отменяет. Да, согласен, хорошо. Я вот такой вот, причем. Но я при этом во власть не лез, хотя предлагали в сторону. Я при этом отказываюсь все время. Я говорю, ребят, я занимаюсь тем, что мне нравится. Пока что я считаю, что это мне стоит делать. Я не хочу лезть во власть пока что. А ты же в эту власть, я из тебя оттуда в окно, ты в дверь. Ребят, в дверь ты в форточку. Ну, как это так? Зачем ты лезешь во власть, если ты такой человек, нечистый на руку, скажем так? Да, при этом это не отменяет многих справедливых, разумных вещей, когда она говорит против войны. О чем вы и говорите? Ну, конечно же, если я вдруг хочу понравиться, я сейчас захочу вдруг понравиться нации, украинским нациям. И я не буду выходить и говорить, что Ленин гениальный политик, правильно? Я буду выходить наколотым Атольфом Шикельгрубером. Это же элементарщина. Если бы я хотел развести кого-то, я бы вдруг резко начал. Ну, мне просто стыдно стало бы вот так вот резко делать, как она, например. Но я бы именно действовал только так, конечно же, против войны. Только задайтесь одним вопросом. Простым вопросом. Кацабр сидит. Да, Бузина убит. Хотя Бузина и близко не говорил того, за что его можно было даже избить. Он настолько знал правила игры, он настолько не перегибал палку, что он очень четко действовал. Его убили. Меня обещают убить 150 раз. У меня в Европе даже проблемы начались, да, понятно, по чьей, как бы, по чьей просьбе. Вот. То есть я не могу туда приехать, потому что я знаю, что там проживут час. Людей садят, людей убивают, людей избивают, закрывают там редакции, поджигают. Никто никому не наказывает. Здесь вдруг, в Днепропетровске, есть человек, который открыто кричит о хунте, который постоянно на российских снях, и никто ничего человеку не делает. Ну, просто стоит же задуматься, ну, по минимуму, и сразу все становится понятно. Ну, разве нет? Ну, соглашусь, что, в общем-то, вопросов много. Кстати, многие российские оппозиционеры, демократы и прочие, ну, демократы в кавычках, кричат, что на Украине никаких наций нет, во власти никаких наций нет, и что это все выдумки российских спецслужб, СМИ и пропагандистов. Это называется «Вы все врете». Вы все врете. На самом деле я показывал сто раз в блоге у себя. Это, кстати, последний мой блог, с которым была проблема. Периодически возникали проблемы, знаете. Вот сейчас было заблокировано видео, где патриотик, как-то так называется, где он там избивает. Сейчас этот человек является бойцом одного из батальонов. Он, более того, является сотрудником МВД. И там на видео, где он избивает, избивает какого-то пацана, и заставляет его кричать «Слава Гитлеру». Такой, ну вот, такой парень. Так вот, я сто раз предлагал либералам, что не называлось, радикалам. Хотя от либерала до радикала, вы же понимаете. Только приходит либерал во власть, он становится радикалом. Вот, я предлагал им миллион раз приехать, как бы, посмотреть. И предлагал вот посмотреть на это видео. Вот посмотрите, видите, у этого человека, он стоит с портретом Адольфа Гитлера. У него наколоты три свастики. Одна из них на голове, кстати. Вот, он там с флагом, да, со свастикой. Это не нации? Ну, можно обсуждать, да фашисты, это итальянские. Хорошо, это не нации. Это нации. Они зигуют постоянно. Это натуральные нацисты. Как это говорить, что их нет, если они есть? Ну, вот, скоро уже изменятся, поверьте, методички. Знаете, они уже меняются, потому что там два дня назад я прочел уже в европейских изданиях о том, что с фашистской, их назвали даже не нацистами, а фашистской милицией. Киев вынужден бороться с фашистской милицией. Вот это вот заголовки. Я думаю, скоро они все-таки начнут что-то замечать. Знаете, очки получше так оденут. О, есть же на самом деле. Но это все равно будет звучать так, если кто-то кое-где у нас порой, скажем так. Вот так. Но при этом для нас же то, что власть заражена идеями Бандера и Шухевича, является очевидным. А украинский народ как будто перекодировали, сказав, да прекратите, не такие уж они были и душегубы, не такие уж они были пособники Гитлера. То есть, ну, как сказал у меня на передаче один из украинских политологов, ну, знаете, у разных частей народа есть свои разные герои. А я могу сейчас с ним согласиться даже. Потому что для Запада, для Западной Украины, для Западной Украины является героем. Героем и один, и второй. Ну, с Шухевичем там такие... И с Бандерой, на самом деле, не все так однозначно, скажем так. Потому что, допустим, я слышал слова генерала Кука, это последний из магикан, в общем, последний генерал Уфа, насколько я знаю, который был жив. И он говорил, что, ну, он покривился так, и он сказал, что просто кроме Бандеры некого было, скажем так, назначить в таком плане. То есть там, ну, его не особо сказать, что его в его время, что его там превозносили. Вот. Другое дело, что для Западной Украины, на самом деле, у которой постоянно были проблемы с Польшей, для них он, да, герой. И хорошо, ну, окей. Ну, это просто нельзя просто прийти к ним и сказать, смотрите, это не герой. Я был во Львове, да, конечно же, и видел памятник ему, и под памятником Бандере мы говорили с двумя пацанами, два друга. Просто шли по улице. Причем, что меня вот тогда потрясло, что львовяне, на самом деле, ты им задаешь вопрос, они рассказывают, как вот развернуто. То есть, ну, все вот, все гадкое уже в Киеве, поэтому там осталось, ну, интересные люди. И с ними общаешься, с ними разговариваешь, а вот они, один говорит, я его считаю героем, а второй говорит, фу, я его не считаю героем. А они два друга. Я не знаю, что сейчас, правда, там, потому что бы эта революция, конечно, достоинство много повернула. Но вот тогда было так. Кто-то считал героем, кто-то не считал. Ну, нельзя было к ним приехать и сказать, это вот не герой, снесите ему памятник. Просто другое дело, каким боком он Киеву. Он Киеву таким же боком, как и Ленин. Потому что ни Ленин не бывал в Киеве, ни Бандера ни разу, ни разу в свою жизнь не был в Киеве. Так, а почему вы вдруг ему начинаете рассказывать о памятниках, о переименовании в проспект Бандеры? Вообще, можно переименовать Киев в Бандер-Сити. От этого ничего не изменится. То же самое, что Ленинград его назвать. То есть, ну, не понимаете, в чем дело? Это называется, свалили памятник ублюдку, воздвигли телефонную будку. Если один памятник поставили, другой памятник, одному молились, теперь второму молятся. Вот, скажем так, Шухевич, Шухевич, да, Шухевич Палач, конечно. Однако же, опять-таки, для Западной Украины он является героем, потому что они действовали теми методами против тех людей, которых там, ну, грубо говоря, мягко говоря, даже не любят. Поэтому я не стал бы так однозначно говорить, что он для меня так плохо. Но исходя из этой логики, можно сказать, что вся нацистская верхушка является героем для части германского народа. Но никто не отменял решение Нюрненского трибунала. Но эту болезненную тему мы продолжим сразу после новостей. Анатолий Шарий, надеюсь, по-прежнему будет с нами. А говоря о том, для кого и кто герой, вот если бы не поднимали Вандера и Шухевича, не трогали русский язык, я уверен, что ни Крым, ни Донбасс не встали бы однозначно против возрождения нацизма. Но сейчас новости, после которых продолжим. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем. С нами Анатолий Шарий по-прежнему на связи. Я просто к чему говорю, Анатолий, что когда ко мне только начинали приезжать представители ДНР, ЛНР, и я их спрашивал, а чем вы недовольны, то есть почему это все началось, то с какого-то момента они стали очень четко формулировать, это, конечно, антифашизм. То есть вот они стали формулировать, что они недовольны нацизмом, который идет с территории Украины, когда им навязывают тех, кто для них никогда не будет героями, а являются палачами и предателями. Вот этот раздел для отечественной войны, конечно, важен. Ну вот это абсолютно правильно. И зачем надо было навязывать, если бы не трогали. На самом деле не трогали, все. Но для Запада они герои. Ну факт, да, есть целая область, для которой эти люди герои. «Окей, все, мы не лезем к вам, вы не лезете к нам». Вот это было бы просто идеально. На самом деле у людей могут быть любые взгляды. И я противник того, чтобы, знаете, красить черное кратко или белое кратко. Вот этот человек очень хороший, а вот этот, да, этот плохой. Ну, я рассматриваю любые фигуры, даже того же Франка, допустим. Я рассматриваю там с двух, да, есть Франка. Гражданской войны, абсолютный палач-убийца, есть Франка. Потом, ну, в любом случае, это интересный политик. Вот, то же самое со всеми, любой фигурой. Там, Сталиным, да, с кем угодно. Не хочу даже произносить, боюсь даже произносить другие имена. Вот, но если бы не лезли, и если бы не навязывали, согласен, абсолютно согласен, здесь, да. Ну, оставили бы вот так вот. Вот так вот, как есть. Хорошо, в Крыму там любят Россию. Ну, окей, ну пусть они любят Россию. Ну, вот так вот исторически сложилось. Хорошо, мы признаем ваше право любить Россию. Это же не противозаконно. Нет, не противозаконно. Там любят Бандеру. Не противозаконно. Нет, ладно, все, отлично. А вот там вот любят Ленина, и у них стоят памятники Ленину. Какого черта вы едете к ним в чужой город и сносите памятник Ленину? Ну, он стоит себе. Он не просит кушать, правильно? На него не идут деньги никакие там. И выделяются сумасшедшие деньги из бюджета. Они приезжают и сносят эти памятники. И у меня клей, ну, никакой вот пиететы там нет. Я не испытываю. Но ехать в чужой город, приезжать в Харьков, допустим. И я же вижу эти рожи, которые сюда приехали. Это не харьковчане. Они приезжают и сносят памятник под улюлюканье и гигиканье. Почему так делают? Это называется нагнуть через колено. Ты приехал ко мне домой. И даже если мне вот эта картина на стене не очень нравится, это моя картина в моем доме. Если ты ее тронешь, я отрежу тебе, как там говорил, да, там, Керне. Но он ничего не смог никому отрезать в итоге, да. Потому что его словами. Вот. А на самом деле, на самом деле я могу понять людей, которые пришли домой и говорят, слышишь, ты будешь делать вот так. Нет, я не буду делать так. Если я склонюсь, я стану рабом. Я вижу сейчас много рабов в своей любимой стране. Реально, рабов, которые молчат с рябочкой, которые боятся. Ну, я их понимаю, конечно же. Но с другой стороны, ну, вот журналист, допустим. Вот сидит журналист в редакции, и он каждый день клепает фейки. Он вынужден, да, он боится, и ему надо кормить свою семью. Но уйди из профессии. Есть много других профессий. Когда ты не будешь в конфликте со своей совестью, если она у тебя осталась. Нельзя делать того, что делает украинский с ним. Это просто невозможно. Это поток ненависти, поток абсолютной лжи, черной, концентрированной лжи. Не делай этого. Уйди из профессии. Есть много других. Ты можешь стать бизнесменом, заработать денег, кормить свою семью. Не ведись на такие вещи. Но люди сидят, люди делают это, и это значит, что эти люди являются рабами. Если тебе что-то грозит, там страшно, да, ну, когда я уехал из страны, допустим, я оставил все вообще. Я потерял абсолютно все. Но я остался на свободе, хотя мог бы прийти с повинной поверьте, мог бы к МВД, ну, имею в виду к верхушке, да, и мы бы порешали вопрос. Нет, нифига, ты не будешь меня нагибать через колено. Если тебя, ты дал себя нагнуть, значит, ты раб. Все, просто признай, ты раб. Можешь, конечно, сделать вид, что тебе это все нравится, ходить с флагами, кричать, о, слава Украине, слава Украине. Но таким образом ты просто себя убеждаешь в том, что ты не раб. Вот и все. И такие толпы есть. Толпы есть тех, которые поверили в то, что им это нравится. На самом деле, конечно, нравится это не может. Вот и все. Анатолий, вы сказали о большом количестве фейков. А можете привести пример? Мы не очень знаем. Вы не знаете украинских фейков? А мы же не отслеживаем украинские СМИ, поэтому там такой идет поток, что мы уже давно перестали наблюдать. Давайте свежак, давайте самое свежее. То есть фейки каждый день я что-то выдергиваю. Если я не публикую разоблачение фейков, это значит, что фейк такой, что его нельзя просто опровергнуть. То есть он абсолютно очевиден, этот фейк. Ну, к примеру, да, там приехал в Луганск, приехала рота спецназа из Адыгеги. И все. Ни ссылки ни на что. Вот это СМИ называется. То есть по сообщениям источников. Если бы у них были источники, они бы знали то, что знаю я за 6 часов до них, находясь за 3000 километров. Раньше у меня, правильно? Но у них этих источников нет. Они вруют. И вот постоянно такие вбросы. Из самого свежего, хорошо, вчера. Делается вброс, я не могу вообще понять зачем. О том, что ДНР слезала идею о городской полиции у Киева. И вот идет набор сейчас в полицию и все такое. Как это было сделано? Есть такой сайт Патриота Украины. Какой-то анонимный комментатор, которого я потом расчехляю. То есть оказывается, что этот комментатор пишет одни и те же сообщения. К примеру, я на блокпостах начали брать деньги. Да, ДНР отсюда стали. ДНР отсюда стали. И он берет и под каждым материалом на сайте Новороссия, к примеру, пишет один и тот же комментарий. По 30 раз. То есть это классический тролль. Знаете, как их называли? Ольгинские тролли. Это оказывается наши тролли. Вот он пишет анонимный комментарий. Приходит, то есть вот это сообщество Патриота Украины, берет этот комментарий, быстренько размещает себе на сайт и просто его вставит. Смотрите, там создают полицию. Сообщество Патриота Украины, это не СМИ, это непонятно что. Но СМИ потом берут и начинают это перепечатывать. Потом это берет один украинский активист, ставит себе на Фейсбук. И со ссылкой уже на Фейсбук этого активиста, центральные СМИ страны с 40-миллионным населением, на главных страницах сообщают эту новость. Вот так вот рождается Фейк. То есть абсолютно взял свой тролль, написал это через два дня во всех украинских СМИ на главных страницах. Я делаю то, что могли сделать украинские журналисты, просто-напросто звоню по телефонам в ДНС. Причем представляюсь украинской правдой. Я говорю, я украинская правда, я записал этот разговор и я его выложил. А правда, что у вас создается полиция? Они говорят, нет, неправда, у нас не создается полиция. Все. Это мог сделать любой украинский журналист, если бы он был не рабом, а журналистом. Вот так. Хорошая мысль. Интересная. У нас мы это даже, вот серьезно говоря, мы уже к этому так относимся, нам их жалко. Вот у нас никакой ненависти нет ни к украинцам, не дай бог, и никогда не было. Вот есть какая-то бесконечная просто жалость к этим людям. Вот что они обмануты, они себя загоняют в какое-то эмоциональное, и не только эмоциональное, вот это болото, и что там болтыхаются, пытаются ненавидеть Россию, нас. Сейчас зачем? Народ постепенно прозревает, или все-таки по-прежнему пропаганда так сильно давит на украинцев, что они истово верят, что Россия и россияне им враг? На самом деле, к сожалению, я абсолютно уверен, что люди, которые сейчас, грубо говоря, матерят меня за то, что я просто им говорю правду, вообще, без всяких оценок. Вот на тебе. Есть у меня и оценки, понятно, потому что я не позиционировал свой блог как в СМИ, где я говорю просто очевидную вещь. Вот смотри, это факт, видишь, тебя обманули. Тебя обманули, видишь, это фотошоп, это не настоящая фотография. Тебя просто обманули, тебя держат за дурака, а он берет меня в ответ матами. Вот такие люди, он умирать будет от голода в неотапливаемой квартире, и он будет все равно при этом шептать перед смертью, ненавижу Россию, шари, сволочь. Ну вот так вот, к примеру, и все, до них не дойдет, серьезно, до них не дойдет абсолютно ничего. Я, к сожалению, в этом абсолютно убежден. Я смотрю, нет, они не прозревают. Я думал, протрезреют, когда получат платежки, потому что это ненормальные платежки, потому что мы помним. Но, во всяком случае, я помню, я привожу это видео, когда Арсений Петрович Иценюк рассказывал, что у нас есть свой газ, и мы вообще можем плевать на российский газ. Вот, я думал, что они прозреют, они не прозревают, к сожалению, не хотят прозревать, просто не хотят, потому что прозреть, это значит признать, что да, я был дураком на самом деле, да, я был дураком, мне не надо было слушать популистов. Пусть Азаров, какой бы он ни был, но он говорил языком цифр, он пытался что-то донести. А второй выходил и говорил, красть треба меньше. И все, зал аплодировал, вау, красть надо меньше. А зачем вообще красть, что значит меньше или больше? Но зал взрывался аплодисменты. Вот, вот таких вот не надо было слушать, не надо было приводить во власть абсолютно косоруких каких-то людей. Сейчас, друг, я уже наблюдаю, мы постоянно так смеялись, ну там, над вещами там в России, да, тут воду раздают, тут убивают друг друга за гречку, а тут вдруг уже все правительство грузинское какое-то становится постепенно. Вот смотрите, генеральный прокурор уже начинает вдруг в грузина превратиться, да, это же не нормально, это не какая-то странная ситуация, ну, правда. Уже такое было, я припоминаю 30-е годы, когда вдруг появились люди с нерусскими фамилиями, скажем так, с грузинскими, я не имею ничего против грузин, да, отличный народ. Просто как бы, это же Украина вроде бы как. И вы говорили, что мы, украинцы, сами самодостаточные. А почему вдруг так вот получается? Что это значит? Ну, для меня непонятно, к примеру, что среди 40 миллионов не нашлось человека одного... Давайте продолжим эту важную тему. Анатолий, безумно интересно, но мы, к сожалению, вынуждены прерываться. Если вы не против, мы и на следующей неделе с вас не свяжемся, потому что вы потрясающе интересный собеседник, с собственной точкой зрения, что всегда ценится и очень хорошо знающий предмет. А сейчас, дорогие друзья, специально для вас реклама и новости.